Позвольте заострить ваше внимание на взаимоотношениях с лимфоузлами при меланоме кожи. И когда мы говорим о мультидисциплинарном лечении меланомы, именно так называется наше мероприятие, мы, естественно, говорим о раннем выявлении, выполнении адекватных биопсий, что позволяет нам, естественно, адекватно стадировать заболевание. Если мы говорим о стадировании, то это, конечно же, классификация GCC, система стадирования, которая является огромным пластом информации, позволяющая нам выявить факторы прогноза и определить дальнейшее лечение. Но всё-таки хотелось бы узнать, что у нас со стадированием в Российской Федерации. Обратите внимание, что больных второй стадии несоизмеримо больше. И это действительно совершенно непонятно. С чем же это может быть связано? Если мы всё-таки откроем критерий N, то обнаружим, что в настоящее время мы не можем выявить, поставить стадию N0, если мы не выполнили биопсию сигнального лимфоузла. Таким образом, мы говорим о том, что весь пласт пациентов, которым не выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов, автоматически при толстых меланомах попадает во вторую стадию. Именно с этим связан перегруз второй стадии по канцерегистру. Вот место биопсии сигнальных лимфоузлов при меланоме кожи. Начиная с толщины 0,8 мм, с изъязвлением или без, или до 0,8 мм по Брест-Лоу, но с изъязвлением, у нас есть показания для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов. Более того, также существуют определённые критерии индивидуальные, связанные с тем, что если у нас нет абсолютных данных за глубокий край резекции, когда мы не знаем точную толщину опухоли, это не редкость. Я уверен, что Михаил Сергеевич осветил вопрос глубокого края и вариантов выполнения эксказионной биопсии, позволяющей точно определить толщину опухоли по Брест-Лоу. Но всё же бывают и такие случаи. Мы понимаем, не зная точной толщины, следует рассмотреть вопрос биопсии сигнальных лимфоузлов. Кроме того, есть ещё другие отягчающие условия, такие как высокий методический индекс и лимфоваскулярная инвазия. Комбинация этих факторов также заставляет нас рассмотреть вопрос биопсии сигнальных лимфоузлов. Есть определённые тонкости и в том, чтобы воздержаться от этого мероприятия. Я здесь не зря привёл портрет известного всем экстренным хирургам Моша Шейна и его здравый смысл абдоминальной экстренной хирургии. На самом деле здравый смысл должен быть в любой хирургии, и онкологической хирургии тоже, и по хирургии меланомы. Когда мы говорим о группе пациентов, для которых вмешательство по поводу биопсии сигнального лимфоузла не принесёт принципиальной пользы в отношении дальнейшей тактики, или они по клиническому состоянию не могут перенести это вмешательство, то, конечно же, стоит отказаться от этого вмешательства и дальше вести пациента без него, потому что вред, возможно, связанный с оперативным пособием, может превышать пользу. Я не буду неоднократно приводить пример здравого смысла сегодня, говоря о взаимоотношениях с лимфоузлами по меланоме. Итак, биопсия сигнального лимфоузла. Мы понимаем, что существует определённый лимфатический паттерн, и существует группа лимфоузлов, которая первая возьмёт на себя метастатическую атаку от первичной опухоли. Именно выявление этой группы лимфоузлов и является биопсия сигнального лимфоузла. Зачем это делать? И здесь я привожу уже портрет отца-основателя этой методики, Дональда Мортона, его команды. И исследование его команды позволяет нам говорить о том, что это высокочувствительная методика. И сигнальный лимфоузел – это мощный прогностический критерий. Более того, мы, выполняя эту процедуру, усиливаем, улучшаем показатели меланомоспецифической выживаемости в связи с тем, что мы назначаем в последующем адювантное лечение. Вот зачем нам выполнять биопсию сигнального лимфоузла. Мы как можно раньше ставим третью стадию, и, следовательно, начинаем эффективную терапию, терапию современную с использованием иммунных факторов и таргетной терапии. О ней нам расскажут наши специалисты по системной терапии в следующих докладах. Пару слов о технике самой биопсии. Существует несколько этапов биопсии сигнальных лимфоузлов. Разберем каждый из них. Предоперационная лимфосцентография. Естественно, она обладает определенными особенностями в зависимости от той зоны, которая находится. Первичная меланома, Замир Ахмедовна, большое спасибо, уже отразила специфику и сложность вмешательств на зоне головы и шеи. На туловище, конечностях есть свои особенности, связанные в том числе и с дилатеральным лимфоотоком, связанные с предшествующими патологией, с различными флебитами, предшествующими вмешательствами, когда мы должны грамотно отсоединить лимфооток. Ровно как и разобраться по данным лимфосцентографии предоперационной, что является истинно сигнальным лимфоузлом, а что является лимфоузлами второго порядка. Мы знаем сейчас благодаря современным данным о лимфоотоке, которые были на самом-то деле основаны на работах СОПЕ, о том, как у нас все-таки данные о лимфатическом паттерне нашего организма, которые позволят нам планировать биопсию сигнального лимфоузла. Более того, не надо забывать, что биопсия сигнального лимфоузла – это операторозависимая процедура. И если мы обратимся к ранним работам Морта на его команды, то на самом деле проверить качество выполнения биопсии сигнального лимфоузла можно только тем способом, что если мы после биопсии сигнального лимфоузла будем выполнять тотальную диссекцию. Естественно, в настоящее время это не показано. И обратите внимание, что каждый хирург обладает своими особенностями как обучения, так и между хирургами есть, конечно же, различные результаты в плане чувствительности данной методики. Поэтому очевидно, что эти вмешательства должны выполняться опытной командой. Иначе эта методика будет просто дискредитирована. Если мы говорим о самой технике, и в настоящее время использование радиоколлоидов является стандартом, стандартом также помощь к радиоколлоидной методике могут быть использованы и ICG-технологии, и стандартные красители, применявшиеся с самого начала. Ну, конечно, радионуклидное использование является стандартным, которое позволяет выявить как лимфузы первого порядка, так и второго. Какой радиофан-препарат выбрать? Стандартом в настоящее время являются, конечно, наноколлоиды, которые позволяют успешно маркировать сигнальные лимфоузлы. И мы действительно можем оценить весь лимфатический паттерн после выполнения исследований в гамма-камере. В отношении самих лимфоузлов, которые мы удаляем, размер в данном случае самого лимфоузла не имеет значения в отношении наличия у них микрометастазов, ровно как и процент накопления радиофан-препарата внутри. Это может быть очень маленький лимфоузел с большим накоплением, очень большой лимфоузел с маленьким накоплением. Так или иначе, важно истинно оценить, кто из них действительно является сигнальным, и удалить нужный лимфоузел, правильно его маркировать и иметь абсолютное взаимодействие с морфологами для того, чтобы точно утверждать, что в лимфоузле отсутствует метастаза. Именно количество ложно-отрицательных результатов может дискредитировать данную методику. Можно ли выполнять биопсию сигнального лимфоузла отсроченно? И существуют исследования, которые подтверждают этот факт. Да, можно выполнять отсроченно. Есть исследования, в которых выделяли лимит 40 дней, есть исследования, в которых выделяли лимит в 3 месяца. Но опять-таки привожу портрет Моши Шайна, потому что здравый смысл должен иметь место. Если мы говорим о тонких меланомах пограничной толщины с низким методическим индексом, и уже прошло 3 месяца после первичной операции, или если там была выполнена ротационная пластика лоскута, то, конечно же, в настоящее время надо воздержаться от этой процедуры, рассмотреть вопрос, чтобы эту процедуру не выполнять. Везде должен быть здравый смысл. Выполнять ли тотальную диссекцию после положительной биопсии сигнального лимфоузла? Я здесь не буду приводить всю историю исследований, которые исследовала этот вопрос. Это, конечно же, всем известное исследование МСЛТ2. И нам в настоящее время известно, что если мы сравним две группы, в одной группе мы будем дожидаться реализации клинически измененных лимфоузлов, в другой группе выполним биопсии сигнальных лимфоузлов, и после положительного лимфоузла, после положительного статуса лимфоузла выполним диссекцию, то у нас не будет никакой разницы по выживаемости с группой, в которой мы не будем выполнять лимфо-диссекцию после положительного лимфоузла при условии назначения адъювантной терапии. Поэтому этот вопрос в настоящее время закрыт. Главное не путать клинически положительные лимфоузлы с сигнальными лимфоузлами положительными, потому что, пользуясь опытом выступления в различных мероприятиях, после окончания доклада поступают вопросы в отношении того, выполнять ли диссекцию после клинически реализованного лимфоузла. Конечно, да, при клинически реализованных метастазах в лимфоузлах показана тотальная лимфо-диссекция. И в отношении взаимоотношений с лимфоузлами была долгая и печальная история, начиная от моноблочных лимфоузлений, с первичной опухолью, с широченными отступами. Но, слава богу, современные исследования говорят о том, что не требуется нам ни профилактическая лимфоузла при отсутствии клинически изменённых лимфоузлов, ни моноблочная лимфоузла. В отношении принципов тут на самом деле всё известно, я не буду подробно на этом останавливаться. Это футлярное иссечение, это адекватная оценка тех лимфоузлов, лимфоколлектора, которые мы удаляем потом орфологами. Существует даже определённый специальный коэффициент, составляющий отношение количества поражённых метастатических лимфоузлов к общему числу удалённых лимфоузлов. И для каждой зоны существует своё количество лимфоузлов. Например, если к нам приходит пациент, которому выполнили в каком-то учреждении лимфодисекцию, там есть прогрессирование, мы можем оценить, адекватная была лимфодисекция или нет, и составить своё осуждение, нужно ли выполнять повторную операцию. Ну и, конечно, это каждый индивидуальный случай расценивается отдельно. И, опять-таки, этот индекс позволяет нам оценить риск прогрессирования, потому что чем выше количество поражённых лимфоузлов лимфоколлектора, конечно, тем выше риск прогрессирования. Мы должны помнить о большом количестве осложнений при различных лимфодисекциях. И, опять-таки, здравый смысл должен иметь место. Мы должны понимать то, что хирургия, меланомы в настоящее время уходят на второй план. Это, прежде всего, системное лечение. Хирургия сейчас занимает это диагностика, эксцезия и цитередукция различного плана. И поэтому там, где возможно воздержаться от лимфодисекции, где у нас нет абсолютных показаний в соответствии с рекомендациями, надо каждый вопрос оценивать отдельно и извешивать те риски, которые понесёт наше вмешательство. И у нас есть различные пути снижения количества осложнений после лимфодисекции. И это снижение объёма, это травматичность и использование современных материалов, использование современного операционного оборудования, естественное выполнение биопсиста рожевого лимфоузла, который позволяет в ряде случаев избежать ненужных лимфодисекций при назначении дивантной терапии. И различные модификации этих мешательств, включая эндовидеохирургические мешательства. 2017 год стал революцией в отношении системной терапии. Вышел ряд исследований, которые позволили открыть новые возможности нашим дорогим пациентам в отношении системной терапии. И наши специалисты по системной терапии, конечно же, осветят этот вопрос, не будут заступать на чужую территорию. Поэтому мы должны понимать то, что хирургия в настоящее время, при меланоме, занимает своё обособленное место. Мы, конечно же, работаем в рамках мультистеринарной команды и принимаем все решения совместно, исходя не только из показаний для увеличения продолжительности жизни наших любимых пациентов, но и улучшения качества жизни каждого из них. Большое спасибо вам за внимание. И я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.